Микс Ньюс Каждую среду в полдень на радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой-Эпштейн На радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Сегодня у нас в гостях Виолончелистка Выпускница Московской консерватории Педагог Балдырайской музыкальной школы Заведующая кафедрой струнных отделений Струнных инструментов Ирина Валежанина Добрый день, уважаемые слушатели Да, Ирину пригласили в студию не случайно У нее, можно сказать, целый марафон концертов 9 ноября она выступала в нашем трио Вместе с Юрием Савкиным и со мной мы исполнили программу Антонио Вивальди «Времена года» В ближайшую субботу у Ирины будут концерты Это музыка-кино, где также будет играть Валичель Ну и самое главное, почему мы собрались сегодня 23 ноября концерт Иоганна Себастьяна Баха Это мой авторский цикл Все органные сочинения Баха В которые я включила также других исполнителей Для того, чтобы немного разбавить органную музыку И, собственно говоря, у Иоганна Себастьяна Баха Написано 6 сюит для виолончели соло Ирина, я уже даже неоднократно говорила всем Что вы нашим слушателям подарите, собственно говоря, все 6 сюит Можно будет услышать, это правда или я лукавлю? Как вы говорили, в один вечер? Ну нет, конечно, не в один вечер, а все-таки, ну так, один раз в месяц Ну, есть такая мечта и цель – осуществить ее Ну, в разных видах я играла 5 из них Уже 5 сюит Да, 6 вот в процессе учу В следующей неделе я исполню третью сииту до мажор И дальше, надеюсь, что следующая будет как раз номер 6 А когда-то... Ну вот у Иоганна Себастьяна Баха еще вот цифра 6 достаточно интересная Она была для него, может быть, значимая Например, у него 6 хоралов, которые он опубликовал Так называемый в издательстве Шублер И они так и называются, 6 шублеровских хоралов Одни из самых известных, кстати Потом у него есть 6 сонат для органа соло Именно 6 Вот И структура у них почти одинаковая А вот 6 сонат для виолончели Сюит, сонаты есть для Виолода Гамбы 3 Их 3 А, все-таки 3 6 сонат И вот, кстати, сонаты для органа Они идут по степени увеличения сложности Первая соната самая сложная Вторая, ой, самая легкая Вторая чуть-чуть сложнее Третья И шестая соната там просто можно сломать руки и ноги Вот как обстоят дела с виолончельными сюитами? Могу также согласиться с тем, что по нарастающей идет сложность То есть первая, она, пожалуй, самая технически простая С нее начинают освоение именно этих сюит Ну и шестая, она представляет собой Технически для исполнителя очень сложную задачу Потому что предположительно Ну, скорее не предположительно Но мы знаем, что она была написана для виолончели с 5 струнами А у нас сейчас 4 Соответственно, приходит Одной струны не хватает Да, одной струны не хватает, чтобы это было удобно И, в принципе, даже хорошо звучало Поэтому приходится преодолевать очень серьезные технические сложности Чтобы исполнить это сочинение на четырехструнной виолончели Вот бытовало мнение, что якобы эти сюиты были написаны не для виолончели, а для виоладагамбы Нет, абсолютно точно нет Эти два инструмента не развивались, но виолончели уже была в то время Конечно, да, она развивалась параллельно и постепенно вытеснила виоладагамбу Из-за того, что имела более яркий звук То есть интересно даже то, что металлическая струна, обмотка струны, она уже появилась в 17 веке Несмотря на то, что были жильные Да, у виоладагамбы были жильные струны и более плоская подставка Благодаря чему мы, исполнители, не могли добыть, ну, такого настоящего звука Большого Да, потому что тогда начинало звучать несколько струн одновременно И виолончель в этом смысле как раз ее переиграла Смогла выйти именно на большую сцену, не на камерную, такую, как было принято раньше И Бах написал именно для виолончели Для того времени виолончели Но есть мнение, что шестая сюита была написана для, так называемой, виолончели пиккола Потому что у виолончели были тоже разновидности Это, исключая скрипки, это были вот именно разного Тоже семейство виолончели Да, семейство именно виолончели И, ну, мы это не можем никак узнать, потому что все, как сказать, автографы Нету личного автографа Баха, это все было записано Учениками Его женой Да, его Анной Магдалиной Да, Магдалиной И поэтому мы не знаем, как он Не подписано Для какой виолончели Для какого инструмента конкретно он предполагал Но точно для виолончели Вот, например, триосоматы, о которых я говорила Это чрезвычайно сложные, виртуозные произведения И они обязательно прозвучат в моем цикле Все органные сочинения Баха И наш концерт с Ириной состоится 23 ноября 18.00 Так вот, триосоматы были задуманы в дидактических целях Он писал их для своего старшего сына Карла Филиппа Эммануэля Баха И даже есть сведения, что не для органа, а для педального клавесина То есть существовал такой инструмент Они и сейчас существуют Когда было два мануала у клавесина Типичного, традиционного клавесина И в наше время А внизу располагалась педаль И именно для этих инструментов были созданы 6 сонат И поэтому Первая соната самая сложная Затем сложнее и сложнее Они развивали координацию Потому что там фактически как трио Правая рука, левая рука и ноги Все играют с одной скоростью в одном темпе И очень-очень сложные партии И в принципе даже эти 6 сонат для органа Перекладывают для трио Например, флейта, скрипка, виолончель Или скрипка, альт, виолончель Так вот, вопрос мой такой А вот эти 6 сюит для виолончеля Были такие же дидактические цели? Писал ли он для кого-то из своих детей? Потому что Карл Филипп Эммануал был клаверист Сейчас бы сказали пианист Который играл именно на клавишных инструментах Вильгельм Фридеман тоже был А вот виолончель для кого предназначалась? Я интересовалась этим вопросом Читала некоторые книги Но точного ответа нет Есть предположение, что Бах сам играл на виолончели И писал, может быть, как-то даже для себя Был некий виолончелист Абель Возможно, он писал для него Нельзя сказать, что это именно дидактическая цель Преследовалась им Но, вы знаете, спустя 100 лет В 19 веке Эти сюиты, к сожалению, воспринимались именно так Как учебный материал Да, как виолончелисты его не выносили на сцену Ну, очень редко Собственно, до 20 века они вообще находились в забытии Нет, я не могу сказать, что они прям были забыты Но они именно как учебный материал Воспринимались виолончелистами того времени Причем доходило до смешного Тот же Ромберг Он делал свои редакции Но редакцию это То есть он приписывал партию фортепиано Он изменял мелодии Пытался украсить их Он переносил их в другие тональности Да, то есть исключительно такая Как бы сотворческая работа И только уже в 20 веке, да Благодаря, пожалуй, Паблу Казальцу Это все вышло на большую сцену И сейчас мы видим, насколько они Востребованы эти сииты Например, не так давно Йо-Йо Ма, известный виолончелист Играл вечер из всех шести сиит Это два с половиной часа На самом крупнейшем фестивале В классической музыке BBC Prom в Лондоне В Альберт Холле Когда там пять тысяч слушателей И вот это вот потрясающе То есть это есть в Ютубе Можно послушать Но действительно Эти сочинения сейчас востребованы Их часто играют И я очень этому рада Ну, у них действительно Очень высокая художественная ценность Ну, вот мы не знаем Играли ли дети Иоганна Себастьяна Баха Кто именно играл на виолончели А, Ирина, когда вы начали играть на виолончели? Ну, классический вариант Шесть с половиной лет Отвели за руку в музыкальную школу? Нет Города Кирова? Не так было Пришли в детский сад с концертом Из музыкальной школы Показали разные инструменты Ну, и маме сказала Пожалуйста, я хочу учиться музыке И дальше мы уже пришли Но как-то получилось так Что мы опоздали на фортепиано Ну, посидеть хотят Ты хотели на фортепиано сначала, да? Да, и учительница Посмотрев на мои руки И слух, что хороший В общем, она предложила виолончель Так вот сложилось Случайным образом А на руки должны быть какие-то особые руки У ребёнка, чтобы играть на виолончели? Ну, не то чтобы особенные Но есть такие подушечки у нас На кончиках пальцев Чем они больше Тем удобнее играть На левой руке Если их нет, то сложно зажимать струну И чувствовать интонацию и переходы Поэтому чем больше подушечка, тем удобнее И, значит, вы окончили музыкальную школу Города Кирова Да А дальше как продолжалось музыкальное путешествие? Профессиональное По настоянию моего педагога Музыкальная школа Спасибо ей за это Потому что, конечно же А как звали педагога? Надежда Николаевна Старостина Если, то есть у меня не было большой любви К этому инструменту или к музыке Но она настояла И дальше я уже поступила в училище Кировское тоже И там у меня был замечательный абсолютно педагог Который меня влюбил в это дело В инструмент Сильзенева Елена Борисовна И уже начала развиваться совершенно В другом темпе, скажем так И пошли конкурсы С другим настроением Да, с другим настроением И дальше уже Московская консерватория То есть музыкальная школа Для вас было, как обычно пишут Да, то есть Хочу пойти играть Ребенок хочет пойти играть в футбол А мама заставляет играть на скрипке Ну, у меня не было такого Чтобы меня прям заставляли Потому что я выросла И родилась в семье далекой от, скажем, музыки Поэтому мои родители Как и часто родители Не совсем понимают Значение домашних занятий Скажем так Меня не заставляли Но мои способности позволяли И я не так много занималась Но смогла освоить Развивалась Да, да Тем не менее Репертуар этой школы, программы Да, и смогла поступить дальше Почему решили в Москву поступать После окончания колледжа Кировского? Ну, вы знаете В судьбе музыканта Очень большую роль играют педагоги Да, то есть Мы даже вот в 18 лет Еще не настолько взрослые Можем мыслить, да Какие-то строить планы И поэтому в данном случае Опять же педагог сыграла роль Самую важную Это в колледже педагога В колледже, да И она сказала, что нужно пробовать в Москву Ну, видя какие-то, может быть, потенциалы И дальше, да Как бы не было там страшно Московская консерватория, да Приехала на какие-то консультации И они уже сказали Да, приезжайте, поступайте Ну и дальше у нас было Очень серьезное поступление Где в один год собралось Безумное количество велончелистов Было 40 человек А мест сколько? А мест в итоге взяли 10 Так мало И да, когда я поступила Пятым номером Я была очень удивлена Пятым? Да, у нас было так, что было 5 Молодых людей из Москвы Из десяток Дальше была я Почти там с девичьим Да, ну это Большой показатель Ну и в то же время, да Потом ответственность И вот так сложилась судьба Да, что Теперь я музыкант Ну да Расскажите немного О Московской консерватории У кого вы учились? Кто оставил Наиболее неизгладимое впечатление От именно обучения в консерватории? Ведь для многих Московская консерватория Это все равно Такой вот альмаматор Это Петр Ильичайковский Конечно Сергей Васильевич Рахманинов Танеев Это такие глыбы И находиться в стенах Московской консерватории Просто вот Мне кажется Это большое счастье Да, безусловно Это особая атмосфера Я училась у профессора Народной артистки России Чайковской Марии Константиновны Которая в свое время Была ученицей Ростроповича То есть Такое преемственность Поколение Да И также у нас очень важные предметы Были это камерный ансамбль И квартет Это была Ширинская Галина Сергеевна И Голковский И Александр Владимирович И надо сказать Что я играла в трио И очень серьезно мы занимались Трио ездили по конкурсам Также занимались еще в классе Лицкого Михаила Викторовича Это были Выдающиеся пианист И это были самые, пожалуй Яркие впечатления Яркие впечатления Именно Освоение профессии В его классе О музыкальном Именно В плане Мышлении И так далее Не техническом А как думать о музыке Как ее интерпретировать И дальнейшие все Ну вот кстати О трио 14 ноября В большой гильдии Также можно послушать трио Но необычное То есть Ирина играла Ирина Валикжанина играла В струнном трио Где фортепиано Это скрипка Виолончель И фортепиано А вот 14 ноября В большой гильдии Можно послушать Трио Очень необычного состава Кларнет Виолончель И фортепиано И программа На мой взгляд Изумительная Людвиг Ван Бетховен Как я уже сказала Трио для кларнета Виолончели И фортепиано А также Иоганн Брамс Сочинение 114 Трио для кларнета Виолончели И фортепиано А также будет Премьера Произведения Современного Латышского Автора Эвиа Скутти Произведение Называется Ш Очень интересно И вот сейчас После вот этого Ш Мы послушаем Рекламную паузу Микс Ньюс Продолжаем нашу передачу Культурная среда С вами я Елена Привалова А также у нас в гостях Виолончелистка Выпускница Московской консерватории Сейчас Режанка Преподаватель Балдырайской Музыкальной школы Заведующая кафедрой Ирина Валикжанина Мы беседовали О Бахе Ирина будет играть Концерт Сюиту Иоганна Себастьяна Баха 23 ноября В старой церкви Святой Гертруды А также Вот мы продолжим Нашу афишу 15 ноября В Большой гильдии Концерт Яркий Я думаю, что Наверное Будет полный аншлаг И скорее всего Уже все билеты Раскуплены Георгий Осокин Фортепиано И Симфонический Оркестр Латвии Дирижер Лио Кокманс А в программе Фредерик Шопен Концерт Фа-минор Для фортепиано И симфонического Оркестра А также Роберт Шуман Третья симфония Фредерик Шопен Это выдающийся Польский Композитор Почему я сказала Французский Дело в том, что Всю жизнь он прожил во Франции У него были отношения На протяжении всей жизни С Жорж Санд При этом они были Официально не оформлены И Такой вот Выдающийся творческий союз И Фредерик Шопен Написал огромное количество Произведений для фортепиано Это мазурки Ноктюрные Концерты Для фортепиано Полонезы Вальсы И все произведения Исполняются Конечно, может быть Не все ноктюрные Не все полонезы Но стоит отметить Что это все Можно сказать Почти сплошь шедевры Так же, как у Аганна Себастьяна Баха Почти вся органная музыка Исполняется органистами Так же и у пианистов Наверное, композитор Номер один Это Фредерик Шопен Композитор-романтик И вместе оказалось Что Фредерик Шопен Кроме как для фортепиано Ничего больше не писал Тем не менее Ирина сказала Что Есть соната для виолончели Фортепиано И в прошлом году Играла как раз в Москве Масштабное сочинение Как всегда Развернуто фортепиано Там, наверное, фортепиано Главная роль, да? Не так, как в сонате Рахманинова Но тоже близко И трио у него есть Фортепиано-трио тоже Тоже Скрипка виолончели Фортепиано Это вот концерт Будет солировать Оскар Петраускис Такая программа В Домском соборе В 19.00 15 ноября 16 ноября В Латвийском оперном театре Будут давать Летучего голландца Рихарда Вагнера Рихард Вагнер Вообще Один из самых Исполняемых Оперных композиторов И кажется Кроме опера Он ничего больше не писал Были какие-то Отдельные Симфонические Произведения Которые не имели Такого большого успеха И стоит отметить Что его Увертюры К операм И Отдельные Отдельные Куски Исполняются Гораздо чаще Чем какая-то Симфоническая музыка Но слава К нему пришла Далеко не сразу Когда он еще был Молодым Композитором Начинающим Только учился Он попал на аудиенцию К Ференцулисту Вернение на аудиенцию Он его подловил После концерта И всучил ему Свою партитуру Ференцлист Был обласкан Публикой Это был гений Фортепианного Искусства И фортепианного Исполнительства Это было То же самое Что Никола Паганини И он как раз Фортепиано Вывел на невероятные Высоты Виртуозного Исполнительства И конечно Ференцлист От него просто Отмахнулся Как от Назуи Левым Вагнер Это чертовски Оскорбило Но прошло Немного времени Они подружились И более того Вагнер Женился На одной Из дочерей Ференцлиста Казиме Лист Правильно Казима Казима Не знаю Ну вот Это не так важно Наверное Надо будет уточнить И Стал писать Оперы Длиннющие Оперы Некоторые По три часа Его трилогия Кольцо Нибелунга Где Каждая опера Это полноценный Вечер И Вагнер считал Что люди должны Слушать оперу Настолько Прийти утром Не обедать Не выходить По нужде И слушать Музыку С утра До вечера И более того Музыка Должна Полностью Иллюстрировать То что происходит Например Сказали Я думаю Надо присесть На камень И вот Извините меня За такой примитив Но так и есть Он полностью Изображал В музыке Все действия Героев И таким образом Это становились Просто Гигантские действия Но Вагнера настолько любили Он был еще И участвовал в революции Что был один меценат И в Байротте Построил для него Целый театр И сейчас Каждый год Проводится Вагнеровский фестиваль И собственно говоря В этом Байротте Не ставится Ни один другой композитор Только Рихос Вагнер Кстати Он же здесь жил Несколько лет В Риге? Да Есть улица Вагнера Я думала Что просто улица Вагнера Нет Он же что-нибудь написал? Не могу сказать Но он был Несколько лет здесь Да При театре Ну кстати Вот «Летучий голландец» Это его ранняя опера И произведение Которое Как раз Не утомит Слушателей И Это одно Из немногих Таких ярких Произведений Когда еще не вошла Это его оперная реформа Когда музыка Должна полностью Иллюстрировать Все действия И главное Все мысли Главных И не только Главных героев Помимо этого 16 ноября Можно услышать нашу гостью Ирину Валикжанину А также И меня Органистку Да Иногда я еще играю на органе Программа у нас Мелодии Кино Музыка при свечах С нами будут выступать Потрясающие музыканты Это Гидон Гринберг Это скрипач Латвийского Симфонического оркестра Латвийской оперы А также Виброфонист Солист Камерного оркестра Кремерата Балтика Да У Гидона Кремера И Это Андрей Пушкарев Как-то он у нас Бывал в студии Прекрасный Исполнитель Виртуоз Виброфон У него звучит Просто гениально И он исполнит Импровизации Знаменитых Аргентинских танго Обливион Еще несколько Это будет Импровизация Андрея Пушкарева Который помимо того Что Прекрасный ударник Он играет На многих Ударных инструментах И конечно Его основной инструмент Это виброфон Но кстати Андрей еще прославился Тем, что сделал музыку Сделал ранжировку Одного из балетов Для нашего Латвийского театра Это балет На музыку Кажется Григо Если я не ошибаюсь В программе У нас будет 16 ноября Мелодии кино Это Евгений Дога Или Дага Как правильно Всегда все путают Думаю Дага Дага Затем Алексей Рыбников Знаменитая тема Из кинофильма Барон Мюнхгаузен Также будет музыка Астора Пицола Как я уже сказала Георгий Сверидов Написавший мелодии К кинофильму Метель По повести Пушкина Да По повести Пушкина И вот я хотела У Ирины спросить То есть у нас там Будет программа На один час Начало в 17.00 Вот как вам После того Как вы готовите Серьезную музыку Иоганна Себастьяна Баха Пять виолончельных Сюит уже в репертуаре Как спускаться С небес на землю Играть мелодии кино Ну надо сказать Что мы подобрали Очень качественную музыку Из кино Вы знаете Это отдельный жанр Буквально недавно Смотрела интервью Геи Кончелли И пересматривала Фильмы Данелли То есть это Когда пишет Гениальный композитор Или выдающийся композитор Это всегда Очень достойная музыка Которую тоже Можно исполнять И слушать И поэтому Ну во-первых У меня сейчас работа Идет параллельно И Бах И музыка кино Но в любом случае Все что я играю Я стараюсь делать качественно И чтобы Не задумываясь о том Что какая-то Это может быть Не такая музыка Ну а такие же усилия Требуют выучить Например Произведения Того же Сверидова Романс и вальс Того же Шостаковича Сверида А может Это я сейчас Перечисляю Композиторов-классиков Шнитки Да У нас будет Сюиты в старинном стиле Вот Столько усилий требуется Как например Выучить Баха Нет конечно Конечно нет Это во-первых Жанр миниатюры Будет представлен То есть это Небольшие Пьесы На 3-5 минуты Которые не требуют Работы над формой Не требуют работы Ну именно в глобальном Смысле Да То есть тут нужно Выстроить Ну какие-то нюансы Поработать над ансамблем Опять же над аренжировкой Да Но скажем Когда ты играешь Сюиту Баха Которая длится 20 минут И звучит Виоланчер соло Одно соло Без каких-либо Да В одной тональности Еще к тому же То есть Хоть это и разные танцы То есть Большая работа Именно над Архитектурой Этого сочинения Скажем так Для меня это основная Технически конечно же Многие это могут сыграть И я могу естественно тоже Но вот именно Продумать музыкально Концепцию какую-то Выстроить Вот это пожалуй Самое сложное И главное Конечно же Музыка и кино Это совсем другая работа На эти три минутки Пьесы Они каждая Да и не морепоны Тема из кинофильма Миссия Абсолютно гениальной мелодии Да Но это требует Совершенно Другого подхода Работы Ну и конечно же Не таких трудозатрат И ресурсов Как скажем И временных затрат Но в то же время Совсем недавно ЮНЕСКО причислила Вальс Евгения Даги Дага К шедеврам 20 века Это вальс Кинофильма Мой ласковый И нежный зверь И кстати Он прозвучит В нашей программе Это концерт Мелодии кино 16 ноября Более того Он будет звучать Еще Музыка будет звучать При свечах Таинственный полумрак Прекрасная атмосфера И все это действие В церкви святого Иоанна Яне Базница Два концерта В 17.00 и 20.00 Но к сожалению На 20.00 билеты Все закончились И поэтому Мы вас с Ириной Приглашаем На концерт В 17.00 Кстати Вибрафон Будет в данном случае Стоять внизу Да И можно посмотреть Как раз будет видно Исполнители Обычно в церквях На балконе А тут Да Можно И последняя композиция Будет также Исполнена Всеми музыкантами Вместе Это Аргентинская танго Астара Пьецолы И там Я говорю Аргентинская танго На самом деле Астара Пьецолы Никогда не писал Аргентинская Он просто писал танго Он просто Давал названия Обливион Либер танго А мы сейчас Иногда так называем Хотя он этого Совершенно Не имел ввиду И Андрей Пушкарев Я была на его концерте С Прекрасная Виолончелистка Татьяна Редико И они Делали Аранжировки Для Вибрафона И Виолончели У Пушкарева Настолько Мощная Энергетика Он Так умеет Захватывать Слушателей С первой ноты Что Далеко Не каждый Исполнитель Владеет И я получила Это огромное удовольствие Послушав Их концерт В Малой гильдии И здесь У наших слушателей Также есть возможность Не только уже Слышать музыку Но и Видеть Исполнитель Там уж действительно Как заметила Ирина Андрей Пушкарев Будет играть Внизу Прямо Перед слушателями Что у нас Еще в афише На этой неделе На ближайшей 17 ноября Это воскресенье Два спектакля Карлсон Летает В Латвийском Оперном театре В 12.00 и 18.00 Это спектакль Для детей Но мне кажется Для всей семьи Это балет В трех действиях И Музыка Потрясающая И достаточно интересная Написала ее Юрис Карлсон Получается Юрис Карлсон Карлсон Лидо Очень интересная И обязательно Нужно сходить Это воскресенье В Латвийском Оперном театре 18 ноября В понедельник Концерт Пикколо В Домском соборе В 12.00 И выступает Музыкальный директор Домского собора Айгорс Рейнис И кстати Когда у нас было Собрание органистов В Домском соборе И были введены Новые требования Как раз просили Чтобы все Пикколо Исполнялись Исполнялась Исключительно популярная Органная музыка Понятная К каждому слушателю Ведь в первую очередь На концерты Пикколо Приходят туристы А также люди Которых Например В понедельник В выходной Не идут работать Но кстати Этот понедельник А нет 18-го Кажется У всех выходной 18-го Будет у всех выходной И можно сходить Послушать Немножко Органа Для тех Кому Послушать Целый час Органной музыки Тяжело Самое главное Что Домский собор Стал делать Очень интересные Мероприятия Это так называемая Школьная сумка Для детей На латышском И на русском языке Это экскурсия По Домскому собору Концерт Пикколо С видеотрансляцией Сейчас Когда вы слушаете Концерт Пикколо То вы можете Еще и видеть Органиста Как он Взаимодействует С инструментом Как играет На этом Огромном Потрясающем инструменте Построенном Фирмой Валькер И самое главное После концерта Подняться наверх И посмотреть Орган Вообще Вот эти Экскурсии Которые Кстати я тоже Устраиваю После своих концертов Они дают Очень много Потому что Для многих людей Орган Всегда наверху Звучит Какая-то музыка И даже У меня бывали Случаи Когда говорили А может быть Это фонограмма Звучит Они сначала Зашли в церковь Звучит Из радиоприемника Музыка Органная Потом выключили Звучит орган И для некоторых Такое ощущение Что звучит одно и то же Но тем не менее Это неправда Орган звучит Вибрирует И проникает Начиная от пола Во всех церквях Каменный пол И 18 19 ноября Выходной Это вторник Все после праздников Будут отдыхать Классической музыки Не будет В Риге А вот 20 ноября Опять Домский собор Программа Очень красивая Проникновенная Ава Мария И исполняет Ольга Пятигорская Сопрано И органистка Йоланта Баринская И Наши гости Сегодняшняя Ирина Валикжанина Приглашает на концерт 23 ноября Ну не только Она приглашает Я лукавлю Я тоже приглашаю Потому что Это второй концерт Моего цикла Второй еще Второй еще концерт Орган Иоганн Себастьян Бах Все органные Сочинения Которые я планирую Исполнить В течение Двух лет Но также Там будут Исполненные Сочинения Для других Инструментов Как например Ирина Валикжанина Будет исполнять Все шесть Сюит Постепенно В этот раз Первая сюита В следующий раз Будет вторая И также у нас В планах Исполнить Три Сонаты Три сонаты Которые были Для Вилота Гамбы И Да Контин И для Контин В данном случае С органом В декабре Этот проект Будет В этом проекте Примет участие Выдающийся скрипач Юрий Савкин Который исполнит Сонату Для скрипки Соло В январе Приедет Замечательная Флейтистка Елена Иванова Летягина Которая исполнит Произведение Для флейты И органа А в феврале Приедет Другая флейтистка Уже Если Елена Иванова Летягина Играет на Классической флейте Она кстати Землячка Ирина Тоже из Кирова То в феврале Приедет Музыкант Из Германии И будет играть На флейте Траверса Это та флейта Для которой писал Собственно говоря Иоганн Себастьян Бах И вот я хотела Спросить у Ирины Еще один вопрос В заключении Нашей программы Как в Московской Консерватории Именно на Факультете Виолончели Хотя у вас Струнный просто Факультет Почему Именно Виолончели Кафедра Виолончели Относится к музыке Баха Играет ли ее Аутентично И как часто То есть в школе Бах всегда Это первый композитор Который исполняет И кстати на виолончели Нет такого Нет Это только у пианистов Да у пианистов Другая немножко история Да мы Скажем так Уже Ну либо последние классы Школы И дальше училище Вот тогда мы Знакомимся с этими Сюитами И в консерватории Конечно же тоже То есть каждые Полгода Или Нужно было играть Именно баха Что-то из сюита Как зачет Обязательно Не на концерте На концерт кстати Очень редко выносилась Это музыка Не знаю почему Жалко На госэкзамене Обязательно Нужно было играть Целиком с сюитой Или части Нет Не целиком части Три части с сюиты Нужно было исполнить Конечно же На нашей кафедре Я училась На современной кафедре Виланчели Не на барочной Было Скажем так Под запретом Исполнять в барочном стиле И мы играли Ну так скажем В традициях русской школы Сейчас Не знаю как сейчас Уже прошло Десять лет Но В то время Да мы придерживались Такого Романтического звучания Этих сюит И вот Сейчас Вот только я начинаю Погружаться Скажем так В какие-то тонкости Которые соответствуют Этой музыке Тогда нас учили Немножко иначе Вот И Мы с ними сталкивались Но это было Такое немножко Поверхностное Прохождение То есть мы их выучивали Сдавали И Дальше шли То есть больше уделялось Внимание Какому-нибудь концерту Дворжака Не знаю там Концерту Прокофьева Симфонии Когда нужно технически Учить А это сдавалось И Ну Не забывалось Но не выносилось На большую сцену Скажем так Какой у вас Любимый композитор Ну Может быть В консерватории Был Когда вы учились Кто вам больше всего Был по душе Ну знаете Это меняется В течение жизни Времени То есть сейчас Я бы наверное сказала Что бах Тогда это был Элгар Тогда я прям болела Этим концертом Виолончельным В исполнении Жаклин Депре В том числе И сама Заканчивала И с большой Конкурс Судьбой Все были удачно Концерты Тоже Поэтому Ну Вы знаете Там в консерватории Все жили Немножко так Отдельно У нас Очень много Студентов Было И каждая кафедра Она немножко Такой Свой микроклимат Имела Вот И например У нас было Даже две кафедры Виолончели Иногда профессора Не могут Между собой Это говорится И разделяли И такие лагеря Как бы были Немножко Поэтому В нашей кафедре Было довольно комфортно Существовать В кафедре Камерного ансамбля Это тоже отдельное Там Так как это Совместное творчество То было Хорошо Судьба Струнников Часто Как бы Делится Это Оркестрант Камерный ансамбль И сольный Концертный исполнитель И педагог Это даже в дипломе Указывают После Когда Присуждается Все четыре Специализации После госэкзамена Комиссия Ну Педсовет Или как профессорский совет Они присуждают Квалификации Которые написаны В дипломе Да И кому-то присуждается Оркестровый исполнитель Кому-то солист Кому-то камерный Исполнитель Так что да Кем вы себя мыслили Когда окончили Консерваторию Это был сложный период Потому что В консерватории Был Ну большой довольно Контроль Все что ты делаешь Как делаешь Когда выходишь Вот это Свободное плавание Довольно сложно Найти свой путь Да Не могу сказать Что я мыслила себя Именно как Сольный исполнитель Это был камерный Камерный жанр Трио Мы очень много И работали И пытались Ездили на конкурсы Играли концерты Ну в дипломе У меня написано Да Что я и концертный Исполнитель тоже Но вот сейчас В Риге Да Я пожалуй Себя начинаю Больше ощущать Именно как Солист Как прожив Фактически Ну наверное Минимум 10 лет В Москве В столице Где Такие возможности Концертов Культурная жизнь Переехать в Ригу И в то же время Найти себя И в концертном Творчестве И в педагогическом Не жалеете? Нет Абсолютно нет Жизнь непредсказуема Была такая возможность Мы рискнули И я пока Абсолютно довольна Что получается Желания возвращаться В Москву нет? Ну пока нет Здесь нравится Дорогие друзья У нас в студии Была Ирина Валикжанина Выпускница Московской консерватории Сейчас проживает В Риге Заведующая Кафедрой Струнных отделений Струнных инструментов В Балдерайской музыкальной школе И ее концерты состоятся 16 ноября В церкви Святого Иоанна Это будет Мелодия и кино Музыка при свечах В 17.00 А также концерт 23 ноября Это Иоганн Себастьян Бах В 18.00 Старая церковь Святой Гертруды Приходите Слушайте Классическую музыку Но Я с вами прощаюсь С вами была Елена Привалова И Ирина Валикжанина Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok